ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, соответственно, каждый элемент, чем он сложнее, тем он дороже, и тем больше вероятность ошибиться, правильно? Да. Элементы риска или динамические элементы с вращением. А сколько они стоят в среднем? По-разному. От 0,5 обычно и до балла слишком. До балла? То есть есть один элемент, который стоит 1 балл? Да. А давайте посмотрим на такой очень дорогой элемент. Во время выполнения рисковых элементов гимнастка выпускает предмет из рук и буквально рискует его не поймать. Если предмет коснется пола, элемент не просто не засчитают, но и вычтут баллы за ошибку. Круто. Гимнастка во время вращательных движений теряет контроль над предметом, она его не видит. Вы утверждаете, что она глазами не пользуется. Я вот в это, честно говоря, не верю. А проверить это можно только одним способом – завязать, а не глаза. Попробуешь? Вау! Аня, молодец. Мы здесь. Держи. Супер. Давай я тебя развяжу. Страшно? Рискованно. То есть ты старалась как бы с той же силой, да? Естественно. Там же оставлять руку, как нас учит тренер. Ровно под этим углом оставляем руку. И этот угол ты запоминаешь мышцами. Мышечная память. В этом и секрет. Гимнастки не пользуются расчётами и формулами. Они методично отрабатывают каждое движение более тысячи раз. Это называется навык. Поэтому сложные элементы гимнастки могут выполнять даже с закрытыми глазами. У нас есть дорогие элементы. Да. Рисковые ещё дороже. Я могу набрать элементов, чтобы в сумме они были баллов 15, нет? Нельзя. По правилам нельзя. По правилам у нас ограничивается 10 баллами трудность упражнения. А ещё 10 баллов? А ещё 10 баллов – это исполнение гимнастки. И плюс в исполнение входит ещё и артистика. Этот технико-эстетический вид спорта простой математикой… Нельзя. Нельзя.